Всем привет! Опять решил в Красную Смерть сыграть. Посмотрите, в лобби уже всех самых крутых разобрали. Сектанты, выживальщики, антигерой, еще один выживальщик. А, ну... За мутантов и скитальцев два видео уже есть. Ой, за пиратов и скитальцев два видео есть. За фанатов тоже. Ну что, за мутантов сыграю, видимо. По-другому никак... Я не хочу брать повторные тут, ну, антигероев. Прошлое видео было. Еще одних сектантов тоже, по-моему, не прикольно. Я думаю, как-нибудь дождусь возможности за них сыграть. Ну, видите, сектантов просто вот сразу берут все. Это самая любимая тракция, судя по всему, у игроков. Ну что ж, у меня минус 50% урона от Красной Смерти и плюс 3 очка перемещения в этой самой Красной Смерти. Надо пользоваться возможностью. Мне кажется, в прошлой партии из-за мутантов я все-таки пренебрегал это и вот быстро и быстрым перемещением. Посмотрим, как сейчас будет. Блин, где-то в центре пангей похоже. Ну, давайте смотреть, что у нас тут рядом есть. Так, что-то... Не ходят юниты. Наверное, еще кто-то грузится. О, все. Загрузилось. Поехали. Страшно, конечно, так вот ходить поселами, но у меня сейчас особо нету выбора. Я еще в следующий раз пойду к пулеметной роте. Блин, ну всего одни руины нашлись пока. То есть я, конечно, до Красной Зоны варвары все-таки... Ага, вон водичка. Пойдем, может, тогда пусилом по воде плавать. Ну что, прыгать через речку? Вот это уже очень опасно. Это просто меня могут сейчас захватить и все. Но без... Опять мы в Америке. Блин, это может озера какие-то. Без... О, ты, блин. Без риска, как говорится, в Красной Смерть не выжить. Так, ну тут у меня захватить не можете. Более, что он уже походил. Я сейчас просто сюда прыгну через речку. Подождем, как он будет ходить. Ага, он сам прыгнул через речку. Тогда надо сюда идти. Блин, ничего интересного. Ничего интересного. Ну, одна руина только найдена пока, да? В сторону пошел. Блин, хочется вообще сюда вот пойти и прыгнуть на воду такие. Так, пойду. Да, блин, вот не везет. Это называется не везет. Вообще ничего не находишь. Может сюда лучше оселом идти? Я не пойму, это так сказать. Это озеро. Это озеро. И это озеро. Это все озера. Тут ничего интересного, тут... Блин, да шо ж такое? Может вниз пойти? О! О! Так, уже что-то. То есть лагерь варера зачищаем, мы получаем вертолет, который намного быстрее карту открывает. Ну, это раза три мне надо будет выстрелить по... по варварам. Ой. Я посмотрю, сколько... Ммм, даже больше. Ну, там прокачаю я еще, предположим. Надо идти постепенно каской туда тоже. Ладно. Блин, варвары сами стали меня атаковать. Так, значит, сначала прокачаем против наземных юнитов. Блин, ничего нету. Просто нету ничего. И даже собранных нету, понимаете? Просто... Какая-то... Пустота. А кто-то уже там миллион юнитов набрал, небось. Ну, кстати, мне выгоднее, чтобы эти варвары меня атаковали, потому что они больше урона получают, чем я им... О! Да ты прикалываешься. О! О, что-то... Что-то пошло, да? Варвар такой, ну... Забирай лагерь такой. Ладно. Это, конечно, что я тут поселом тварю, это... Такое... Такое везуко-базука. Что, меня еще не захватили? Вся армия здесь. Так, три хода до появления красной зоны. Надо не забывать, что я в красной зоне себя неплохо чувствую. Очень хорошо. Так, ты умрешь. Тут еще, при том, что у нас сектанты в игре есть, ходить вот так поселом... То есть он-то заранее моего посела увидит. Давайте вниз сходим. Ага, тут собрано. Так, все, вниз, наверное, можно уже не ходить. Давайте смотреть, что здесь. Так, тут мы уже походили. Опыт, не люблю опыт. Я в руинках хочу... Я опыт хочу получать от битв, а в руинках хочу получать юниты. Это у нас самое важное. В этой игре. Чем больше юнитов у тебя в конце, тем больше ты крут. Вообще никакой воды нету. О, так, вар... Блин, далеко варвары. Я просто к ним буду очень долго идти. Ладно, давайте прокачаем этого пехотинца на движение по холмам и лесам. Блин, тут горы. Ой, тут все... Ага, тут у нас вот как раз где сектант. Так, надо валить. Ну, Катя, хорошо, что я вверх иду, получается. То есть, тут все собрано внизу. Тем более, тут выживальщик был, тут сектант. В общем, тут гиблое дело. Можно ничего не искать. Просто валим. Отсюда тут у нас пустоши. Не хотелось бы, чтобы меня... Сейчас пулеметчик обстреливал, честно говоря. Надо как-то обратно пойти. О, зона... Зона немножко далеко, да? Так, я бы уже, наверное, как-то... Поселенца, может быть, объединил. О. Так, ПТ-команда. Появилась безопасная зона. Ну, я вообще, встаю, пока полечусь просто. Или пойти даже сюда, пока поисследовать эту территорию. Тут, кстати, проход есть. Холмы, холмы, если что. Че-то мы тут держим пулемет. Тут где-то варвары могут быть. Ну и, тем более, у меня в красной зоне будет. То есть, в эту... В эту красную зону... На десять... Я думаю, что мне вообще не страшно попасть. Даже, наверное, выгодно. О! А вот и море. Папа, да море? Вот море, сынок. А где мама? Так, так. Не знаю. Пойдемте посмотрим, что там сбоку. Да ладно. Выжил. Блин, как я рисково тут поиселом гуляю. Всю игру. Эту. Ну... Так надо, вот. По-моему, это важная стратегия игры теперь. Ну, как по-другому тут, мне кажется, и не надо играть. Если ты не играешь широко юнитами в начале игры, потом ты постепенно их сводишь в одну точку, да. А в начале игры ты обязан просто играть широко, чтобы как можно большую территорию увидеть. Так, ну, сходим еще туда. Как бы, с другой стороны, как бы не перестараться и не сдохнуть в итоге от зоны. Сейчас посмотрим. Ну, мне только 5 урона должно наноситься. Плюс я тут буду плюс 3 к перемещению иметь. Сейчас посмотрим. Как это работает. То есть, 5 урона, это значит, что я тут... Блин, 20 ходов могу в этой зоне первой терпеть. Ну, и, видимо, мне надо все-таки сюда, в эту сторону всех юнитов ввести будет. Поселенцы... Поселенцы, я вообще сейчас, наверное, на воду прыгну и по воде поплыву. Отсюда. Ну, потому что по воде быстрее еще перемещается. Ну, и плюс по побережью ты открываешь. Так, кто-то прилетело. Блин. Вот сюда бы я попытался добраться. Ну, долго. Но попытаюсь. Так. Блин, еще опыт. Что ж он такой опытный-то будет теперь у меня? Тут можно будет спуститься. Хорошо. Ну, побежали, наверное, оттуда. По чуть-чуть. Так, добьем этого парня. Ну, слушайте, ну он же откуда-то пришел. Где-то тут лагерь варваров, наверное, должен быть. Так, вертолетом давайте тут посмотрим. Что неоткрытое. Так, ну и здесь мы припасы попробуем взять. А этим пехотинцам единственным юнитом я пойду в ту сторону. Ну, просто собирать все по пути. Ой, здравствуйте. У нас антигерои. Ну, пока он в центре зоны. Блин, не от антигерой, конечно, больше всего беспокоит. Поиграв в прошлую партию, я знаю, что такое плюс 10. Но сейчас у него не будет плюс 10. Но он далеко от зоны пока. Я думаю, что эту посылочку все-таки я должен успеть забрать. Так, качнем. Ну, да, тут. Так. Поплыли. Интересно, а вот когда я на воде, я какой буду урон получать? Минус 8 от воды или все-таки минус 5 от зоны? Ну, блин, фига себе, быстро мы тут перемещаемся. Ух ты, еще и лагерь варваров нам тут свезло найти. Так, тут мы хорошо зашли. Так, ну давайте тогда еще тут проверим. Раз мы тут быстро бегаем, так. Это мне все нравится. Так, ну тут похоже не будет никого, да? Жаль. Так. С вертолетом остатки проверяем. Слышь? Ты что такой дерзкий? Сюда пойду. Так, мне главное вот это забрать. Танчик. Пил, пил. Так, и вот этим танчиком я бы, конечно, антигероя пощелкал. Как и вертолетиком тоже. Так. Блин, вот этими варварами я, пожалуй, не буду заниматься. И так в итоге отнялось... Охренеть, отнялось и от того, и от того. Не, вот это... Короче, в воде не очень прикольно быть, я так понял. То есть у меня было 90, а стало 13. Так раз 8 от воды и 5 от зоны. Короче, в зоне в воде лучше не сидеть, я так понял. Ладно. Радиоактивные ванны принимать не очень хорошо. Не полезно для здоровья. Так. Так. Блин, или сбегать к этому лагерю? Шесть ходов. Ладно, давайте попробуем. У нас перемещение быстрое. Давайте использовать способности мутантов. Господи. Что мы тут? Зря, что ли, мутантов взяли? Так, пехотинцы уровень получают. Блин, да, у него... Видите, сначала минус 5 ушло, а потом минус 8. То есть и то, и то работает. И вот в чем прикол мутантов в красной зоне в том, что никто сюда, меня этот лагерь не отберет. О! Говорят, не нужен нам. О! Прям вообще класс. Так, вот этого бы мне как-то спасти. Туда и апнем. Так, и убиваем скаута. Ну, слушайте, прям... Я бы даже сказал, неплохо. Как я тут в красной зоне. Так, ладно. Этого надо уже... Поселенца на отдых где-то полечиться, что ли. Так, у него плюс 10 тут не работает. Он еще не в трех клетках. Так. Вот, теперь надо отходить. Вот сейчас у этих двух юнитов плюс 10. Это значит, меня будет очень больно бить. Возможно, руками и в лицо. Так, ну... О! Лагерь варваров. Надо высадиться и лечиться здесь. Так. Улетаем отсюда. Убегаем отсюда. Блин, тут вот антигерои. Значит, нам надо... О, а вот еще лагерь варваров. Так, пошлите к нему. Пойдемте к нему. Нас там ждут приключения. Так, ну здесь, видимо, надо на воду спускаться. Давайте гляну, все-таки, что здесь. Ага, видите, тут собрано. Да, видимо, вниз идти нету смысла. Так, 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 подождите. Я тут убегать хочу. Он стреляет по мне. Так, постою. Но вообще надо валить. Может, попробовать этим вертолетом убить. Ну, блин, там этот, ПТ-команда. Вот этих бы двух юнитов, конечно, антигероем убить бы. Потому что... Все, высаживаемся. Поселенцем будем лечиться. Да ладно, ну ты... Вот ты... Тварь какая. С другой стороны, я же не буду получать урон сейчас сильный. То есть у меня все эти юниты должны выжить. И плюс я еще отсюда должен быстро убегать. По идее. Ну, он прям... Накопил где-то ядерок, что ли? Так, значит, плывем отсюда. Нифига себе вертолет. Из красной зоны как. Проплывает. Вертолета повышения. Так, короче, надо валить будет. Вот этим сначала будем ходить. Сумасшедшую ученые где-то там варят свои... Зелья. Я даже на 20 вылечился. Да блин, что за фастклики начались? Так. Опа. Кого вынесли? Одного из выживальщиков вынесли. Ну и хорошо. Вообще не против. Так, мирный житель лечится. Ну, это, собственно, кого вынесли. Тяжелое положение, потому что через реку атакуем. Пока, значит, этим я постою. Ага, будет апгрейд. Нормально проатакуем. Блин, тут я учет уже... Ну, пока 10 урон. Может, зря я тут так задержался в красной зоне. Ой, а вот эта команда может не дожить до берега. Вообще, как бы, много плыть. Блин, может... Может быть, и зря я. Так, зона все еще 10 урон наносит. Это терпимо. Ух ты, а вот это прям везу-ка опять. Я танком сюда перейду. Так, здесь мы апгрейдимся. Перемещение по лесам лучше. Блин, все, плюс 25. Плохо. Плохо, плохо. Так, тут мы собрали, а вторая была антигероем прилетела, к сожалению. Блин, где суша? У меня аж вот эти ребята не выживут. Пловцы. Так. Здесь забираем. Вертолет. ПТ-команда. Блин, очень далеко. Суша, ё-моё. А, вот тут, может, какой-то уже остров. Но ПТ-команда, походу, не до... Хотя... Еще на два хода есть силы. Так, тут лечимся. 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 Здесь. Атакуем. Так, вот это... Этот пехотинец, судя по всему, умрет. Блин. Поэтому пускай проатакует. Так сделаем. И вот так. Пет, полетели нафиг отсюда. Ну, юнитов у меня прилично уже, я вам хочу показать. Если я их все смогу сохранить к концу партии... А выглядит так, что это не очень у меня получается пока... Кто погиб? Да, пехотинец. Ну, знаете, мне надо отсюда куда-то вниз еще сплавать. Или может тут как... О! Вот где у нас... Ой, блин, тут выживальщик. Ну, что же, не везу-ка. Ах, какая не везу-ка. Абсолютно нету. Лупо. Лечимся. Ну, вертолеты, предположим, долетают. Вот это апнем. На дополнительный атаку попробуем качать. Так, вертолет. Лечим. О, тут есть дополнительная атака. Так, хорошо. Против поврежденных юнитов беру. Значит, танками нам надо атаковать поврежденные юниты. Нам надо куда-то здесь высаживаться. Мне надо будет где-то там высаживаться. И явно зона будет вниз туда сходиться, судя по всему. Мне надо будет теми юнитами тоже. Вот у меня тут вот, видите, антигерои, а тут выживальщики. И мне бы хотелось, чтобы они друг на дружку согрились. И друг с дружкой там и бились. Так, никого. Хорошо. Никого. Никого. Хорошо. Только вот надо танками туда ехать, а не вертолетами. Вертолеты у нас... Там ПТК... А, блин, ПТК команды против танков тоже. Но у танка сила побольше, чем у вертолета. Хотим сюда вниз поплыву. Блин. Я понял. Этот... Я не хочу ему давать. Я лучше на воду спрыгну, чем буду ему опыт давать. Да, здесь, конечно... И тут он стоит. Тварь. Вот стоит весь... Иди с антигероем воюй. Что ты тут стоишь? Я лучше сдохну в воде, чем... Дам ему мои юниты убивать. Так, а вот тут можно постоять, кстати. Да ладно. Прокачанный был, да? Так. И... Так. Этот умрет. Этот, может быть, еще сможет уплыть. Так, здесь никого. И здесь выживай. Ну, надеюсь, хоть тут он с антигероем воюет. Нет, блин. Да ты иди в жопу! Вот гондон, а какой! А, ненавижу! Где этот антигерой? Ну, антигерой, понятно где. Он вот тут. Около... Около границ стоит. Так что... На него можно не рассчитывать. Ладно, короче, тогда тут сгруппируемся. К сожалению, я, походу, ничего нового не найду. Этому вертолету хана, да? Нет. Нет. Просто может высадиться. Значит, тут будем откликать. Тут, значит, стоим. Ну, блин, меня будет принимать выживальщик, когда вот тут схлопнется зона, и мне сверху придется плыть вниз. Что мне сделать? У меня нету вариантов. Получается. Блин. Получается. Я сюда встану в танком, чтобы быстрее потом можно было подлететь. Может, все-таки антигерой где-то далеко? Дальнобойные мощи юнитов. Танчик. Хрен. Знаете, тоже сюда встану, потому что в красной зоне, чтобы он был, и у него быстрее было перемещение. Так, ну, давайте объединим. Потихоньку подходить уже надо как-то. Да. Главное, что, понимаете, прокачиваю этого долбанного выживальщика. Мне не нравится очень сильно. Ну, начинайся ход. Так, я буду атаковать, блин. Тут я убегаю. Только 24. Так. Не нафиг. Не буду тебе подставляться. Так, вертолётик выдали. Ага, вот антигерои. Блин. Антигерой, давай ты с выживальщиком будешь поевать. Что вы все со мной воюете? Руины города. Подожди, где рюк? Так, ну, тут атакован, это понятно. ПТ-команда была атакована. Вроде еще не сдохнет. Тут я на месте стою. Еще, конечно, все от зоны. Но она вниз пойдет. Я не... Вот я... Как бы... Тут, как говорится... Все настолько понятно. Но я ж могу антигероев облетать по зоне с другой стороны, да? Например. Давайте попробуем глянуть, что там. Где варвары? Нет, это далеко. Нет! Сука. Я хочу, чтобы... Вот, чтобы этот выживальщик проиграл. Я его ненавижу больше всех в этой игре. Блин, и тут у него пулемет. Короче, я не знаю, каким образом. Но мне надо, чтобы антигерои с выживальщиком воевали. Я бы вот здесь вот на острове просто бы стоял, если бы была такая возможность. Или красной зоной как-то обошел бы, наверное, антигероя. Видимо, таким образом надо поступать. Хотя мне бы один ход дождаться, где зона будет. А то я так вот уже заранее делаю. Не зная... Не зная ничего. Тут вот я три юнита потеряю. Ну, я думаю, что я тоже потеряю. Я не знаю, как спасти. Давайте сюда, наверное, даже. И они, главное, сволочишь, не ходят за мутантов. Чего хреново играть надо постоянно двигаться. А они все стоят на видеть, как они быстро ходы заканчивают. Они походили и все. Такие, хопа. И сидят. Ну, давайте посмотрим. Ну вот, с острова меня уже выдавливает. Блин, а тут вода. То есть, антигерой вот эту часть будет держать, я так понимаю. А нет, не вода. Показалось. Блин, а тут сектант. Твари, да что вы между собой не воюете? Втроем, а не втроем рядом. Втроем рядом? Нет. Ну, пока я буду стоять тут лечиться этими юнитами. Какая есть такая возможность. Ну, не знаю. Мне, походу, надо в тыл с сектантом заходить. Потому что они максимально... Точнее, у них самый минимум силы из всех этих троих. Они вначале хороши. Но если у них там есть юниты, то, конечно, будет... Хотя, может, вертолеты уже корпуса объединять. Здесь хотя бы. Здесь, кстати, ПТ-команду можно в корпус объединить. Да и вот этих бойцов. С антигероями воевать рядом с зоной... Ну, там у них плюс 10. А вот тут я даже, может, и повоюю. Он ломанулся к варварам. И это шанс ему урончика нанести. Хо-хо! Не ожидал. Объединю. Так. А, блин, я еще мог выстрелить? Мог выстрелить, блин. Ладно. Я тут даже... Так, стою, лечусь. Может, объединить? Блин, там с одной стороны антигерой, с другой сектант. Но этот... Этот бегает за моим... Пехотой. И где-то еще сумасшедший ученый, кстати... Сидит. Как он мне дорог. Я вот этого выживальщика ненавижу больше всех. Надо его ник запомнить. По IP вычислить. Где он? Ну и какой у него ник? Что это? У него какой-то ник неподдерживаемым шрифтом, что ли? Китаец, что ли, какой-то не... Не, по-моему, может, китайский поддерживается. Что это у него за ник? Это квадратиками. Ой. Ученых вынесли. Так. Раз и два. Вертолет полетел. Ну, наверное, ученых сектант вынес, мне так кажется. Блин, нет. Захватил этот лагерь. Вообще-то он меня тут атакует, у меня силы есть. Так, вот тут плацдарм неплохой. Можно сюда перебазироваться. Тут, видимо, был сектант, да, отошел. Я не знаю, кто ученого. И может, и выживальщик этот. Он какой-то скрупулезный. Я бы и не воевал с антигероем. Видите, зона так сложилась, что мне просто надо сюда переться. На выживальщика я вообще не хочу выходить. Может, танчики объединить? Вот, ну. Так, покалечиться. Ну, просто мне тут нормально в красной зоне быть. Я быстро бегать буду тогда. Не знаю, может, мне этих вертолетов тоже тогда в корпус объединять и на антигероя с другой стороны нападать еще. Ну, блин, такая штука неприятная воевать с антигероем. Блин. Я только его проатаковать хотел. А пехоту мы не убиваем, да? Блин, ну вертолетик должны, наверное, убить. Давайте попробуем. Да, блин, что он везде походил-то? Сдохни. Ну, он этот юнит тоже потеряет. Так. Ну, тут плацдарм для себя мы очистили от антигероев. Что не может не радовать. Ну, почему так далеко появляются варвары? Мне за ними ходить, мягко говоря, неудобно. Так, тут я походил юнитам? Нет. У меня все спасается от выживальщика. Так, я хочу проатаковать этого пехоту. Ну, тут... Тут антигерой ошибся в том, что он пошел за... за варварским лагерем. То есть, как пошел? Он... Я увидел, что его юниты пошли... Я получил дополнительную атаку на него. Я смог проатаковать, и он уже не смог развернуться. У меня не хватило тут силы, и... В общем-то... Я, по-моему, ни одного юнита не потерял, да? Атакую его. А он всех трех, которые у меня тут были. И плюс еще тот вертолет, который... Тот вертолет, который он взял из лагеря. Ну и смысл в этой атаке тогда. Так, ну что тут? Свободно. Сектант здесь внизу. Тут мы полечимся. Так, надо бы мне и пулеметики, наверное, в корпус объединить. Сейчас там антигероя добьют без меня. Хотя практически всю работу я сделал. Мне бы хотелось, чтобы выживальщика кто-нибудь бил. А его никто не бьет. Лечимся. Лечимся. Тут можно полетать. Пусто. Хм. А что ж это за три юнита антигероя были? Где вы тогда все основные юниты? Юниты. Вопрос. Ни одной ядерки. Ну, юниты более-менее. Вот я себя еще вот тут не потерял. В этой высадке к выживальщику. Было бы намного веселее все. Так, ну пора, наверное, сейчас он еще один ход полечится. Я с следующим ходом уже пойду тут смотреть, что тут. Ну, тут явно все пусто. Но территорию исследовать стоит. Мне кажется, важно. Тут сектант тихонько подкрадывается, видимо, юнитами, знаете, там аспа. О! Я очень надеюсь, что это на выживальщика упало. Надеюсь, что антигерой же не дурачок от границы отходить. В центре карты тусить. Думаю, что это выжив... Ну, то, что кинул ядерку выживальщик, то стопудово он единственный, кто... Ага, вот, видите, да, на выживальщика, я думаю, упало. Что выживальщик ход закончил. Теперь... Еще. Вау, это и выживальщик в ответочку, по-моему. Ой, как интересненько. Как вы, друг на дружку-то, ядерки бросает. Нам, мутантам, ядерное загрязнение только в плюс. Больше ядерного загрязнения. Так, ну что, подкрадемся, посмотрим, что там у них. Ага, вон выживальщик сверху. Надо бы его подзак... А, вот вертолетик. И пулеметик, блин. Кто вышел? Сектант вышел, просто ливнул. Понятно. Неудачно бросил. Ядерку, похоже. Ну, это... Вот это мне не очень понятно, когда так из игры люди. Или, по-моему, в этой игре можно до последнего сражаться. Тогда пошли вниз, наверное. Подальше от выживальщика. Я тут у него такие не особо прокаченные юниты. Может, он уже бросил ядерки, у него больше их не будет? Как вы думаете? Блин. Да ты задолбал. Он везде, походу. У него, походу, юниты везде. Ну, да, сектанты... Ну, это, видимо, выживальщик его добил. Так, ладно. Значит, летим вниз с этим лагерем варваров. Разбираться. Тут нам откровенно не рады. Красную зону, чтобы ускорение получить. Блин. Не получится зайти в красную зону. Да. Может, здесь на море высадиться и подождать, пока выживальщик этих варваров побьет и пытаться их захватить? Нет, эти варвары далеко. Интересно, где антигерой? Последний. Мне даже жалко, что я его, ну, ослабил. Да, блин. Эти реки долбаные. Дайте подойти нормально. Или лучше поставить полечиться, следующим ходом подойти? У меня просто нету ходов. Сколько тут ходов будет? Два хода загрязнения. Антигерой явно с каким-то там очень небольшим количеством юнитов. Тут его точно нету, тут его точно нету. У меня такое ощущение, что у него разделенные были юниты. Здесь тоже выживальщик. Каким-то, то есть, антигерой, судя по всему, тут уже не игрок. А у выживальщика там просто куча юнитов. А, а вот антигерой. А вот и антигерой. Блин, как-то зону уже больно. Даже, даже мутанта больно кусает. Видите? Юнит. Мой корпус. Мой корпус вертолетов. И то меньше имеет силу, чем... Ну, у него, правда, плюс 4 бонус по 9. То есть, у него какой-то еще юнит стоит. Так было бы 85. Да, 85 на 85 было бы. То есть, одинаково. То есть, грубо говоря, как я и говорил в прошлой серии, у антигероев юниты рядом с зоной, считайте... Ага. Вот ты как тут ходишь. О, нет, сука, он меня выманил просто. Слушайте, ну, у него тут куча-куча юнитов. Тут юниты, там юниты. Я не знаю, что тут можно сделать против него. Просто что-то что-то непотребное. Так, значит. Раз. Раз. Два. Три. Захватили. Сделали корпус. Мне придется... Вот это, походу, все, что осталось у антигероев. Мне придется с ним разбираться. В то время как выживальщик там куролесит и барагозит. Да-да, беги. Беги. Лола, беги. Все. Эти героя больше нет. Но меня это печалит, на самом деле, больше, чем радует. Потому что, мне кажется, один на один с выживальщиком. Мне надо отсиживаться, похоже. У меня... Моя сила в зоне. Поэтому... Просто не лезем на рожон. Просто исследуем карту. Выживальщик тут и тут, явно, да? То есть, нам надо посмотреть, что здесь имеется. Ну, я думаю, что тут все собрано антигероем. Давайте откроем карту. Ага, вот вертолет какой-то летает. Все прилетело выживальщику, опять же. Печально. Это печалько. Так, куда я могу отступить? Раз, два, три. Я вот сюда отступлю. Сейчас попытаюсь его выманить на мои вертолеты. Потому что все-таки корпуса у меня два вертолета, а у него два обычных вертолета. Еще и пулемет подвел. Все подвоем. Ну, четвертый уровень. Это вот типичный выживальщик. Это еще, типа, мало прокачан. Потому что у него много юнитов. Он не может все юниты прокачать. Много. Надеюсь, он ядерку не находил. Давай, чувак, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Че-то далеко. Ну... Я жду. Подойдет? Подлетит, не подлетит? Он, наверное, умнее меня. Кто мне тут звонит-то? Короче, он не подлетел. Вот хитрилга какой, а? Надо глянем, что тут. Я этим поселом, понятно, пойду сейчас поплаваю. Ну, предварительно понятны, правда, эти границы. Блин, не уж-то тут был. Да не, он, наверное, просто... Да, он просто залетел. Так, поплыли. А если у него ядерка есть, то мне вообще будет грустно. Потому что мне надо кучковаться. Он все карту контролирует, понимаете? А я в одной области сижу. Блин, мне бы вообще... Кстати... 15 всего заглянуть. Давайте я одним вертолетом туда слетаю. Он уже, наверное, туда не пойдет. А вот я вполне могу собрать эту штуку. Ну, правда... Я не знаю, он должен... Но он... Это опять выманивание. Это он выманивает, типа... Потому что мы-то знаем, что у него юниты есть. Правда, я не знаю, как он понимает, что я его вижу, этого поселенца. С другой стороны. Ну, с другой стороны. У него этих поселенцев получается как минимум штуки три. Что их ему, солить, что ли? Он хочет, наверное, увидеть мои юниты и кинуть ядерку. Вот в чем дело. С другой стороны, мне, в общем-то, ядерка не особо так прям страшна. Он сейчас выдвинет, наверное, и будет кидать ядерку. Мне так кажется. Нет, какой-то вверх пошел. Слушайте, хорошо. Я же могу, опять же, в красной зоне быстро перемещаться везде. Давайте пока тут постоим. А потом я опять могу передислоцировать с какой-нибудь вверх. Например. Давайте я, может... Нет. Ладно, подстаю. Подстаю. Не хочу лезть. Ну, сейчас будут тактические игрища, конечно. В основном. Знать бы, сколько у него юнитов. Но то, что я видел, это много. Да, приятненько здесь, конечно, за мутантов летать за вот такими штуками. О, ПТ-команда поплыла куда-то. Так, ну, надо, видимо, немножко рассосредоточить. Так, сделаем. Больше он явно по мне бросит что-нибудь. Так, два раза выстрелил. Проатаковал. Двумя вертолетами. Ну, теперь, наверное, можно и захватить. Ну, смотри, сколько у него юнитов. Просто смотрите, сколько у него юнитов. Я хочу хотя бы один вертолет убить. Так. 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 Ядерка. Ну, я так и знал. Ну, я не знаю, что мне тут можно было сделать. Может, те две ядерки, возможно, и выживальщик бросал, а не сектант. Просто две ядерки бросил. Это опять... Может, какие-то есть читы, которые куча... Ну, блин, у него много юнитов. Я думаю, просто человеку повезло с наличием этих руинок всяких и все. Тут особо... Ну, блин, у него юнитов просто по всей карте. По всей карте. Так. Буду атаковать. Ну, посмотрим. Я еще могу повыживать здесь, в этой фигне. Так, он вертолетом куда-то сюда отступил. Вот он. Да, блин. Да какого хера-то он стреляет тут? Он на равнине, лес. Я нахал... Как он может вообще по мне попасть? Что это за говно? Слушайте, подождите. Мутанты лечатся на 20. Так. А урон получают 15. Так я реально могу стоять в зоне и лечиться просто? На 5, правда. Но, тем не менее... Блин, как ты достал. Не, не лечатся, по-моему. Так, объединяем. Так. Продолжение следует... В туфу зайдем. О, варварский поселенец. Ничего, мы еще повоюем. Может, мне еще тут завезет с припасами. Так, я хочу убить этот вертолет в первую очередь. Ну, начинайте ход. Ну, блин, мы вдвоем остались. Тварь, начал перекликивать еще, а? Соседние юнки, получается, здесь. Можно встать вот так. Может, выманим его. Ну, у меня, в общем-то, осталось 5 юнитов. Нет, 4 юнита. 4 юнита осталось. Я бы и не сказал, что я выживальщику много юнитов убил. Так, этот вертолет у него умрет в любом случае. Но он, видимо, уже не жалеет юниты. У него их много. У меня уже танк умер. Да. О-о-о. Ну, все тут, конечно. Тут, к сожалению, уже все. Ну, можно, наверное, уже догонить и ночь. Надо вывести юниты ему навстречу. Хай захватывает. Но это... Я считаю, что в данном случае тут, конечно, везение намного больше сыграло свою роль. У него больше юнитов. Соответственно, из моей только ошибки я бы сказал, что вот здесь, когда я плыл, вот тут мне не надо было рядом с выживальщиком высаживаться. Ну и факт, что тут что-то антигерой со мной воевал. Хотя нет, ну что он воевал? У меня не повезло с наличием юнитов и с зоной немного. Так, где там? Тут варвары пока я захватываю. Ну. А вот выживальщику явно с количеством юнитов повезло. Еще и как минимум две ядерки у него было. Да, нет. Ту ядерку все-таки, одну ядерку сектант точно кидал. Потому что тогда у выживальщика конец хода был. Что-то у выживальщика было две ядерки. И вот жалко, в конце игры нету статистики по количеству юнитов, сколько найдено. Мне вот интересно еще... Ну, хочу сказать, что за мутантов мне не очень нравится играть. Вот это какая-то способность все-таки, ну... У меня есть некомфортный чувство. О, главное, зачем я в графике хотел? Блин, я главное меню нажал. Ну вот, не посмотрю. Ладно, спасибо, что посмотрели. Вот такая партия получилась. Как я мог сыграть лучше, пишите в комментариях. И, конечно, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.